День второй Ребята, всем доброе утро! Ну что, погода в нас, а дождь, он просто идет. Я вас поздравляю с первым образовательным днем. Сегодня он целый день у нас пройдет в первом съемочном павильоне «Война и мир». Вчера мы вам представляли наш оргкомитет и, в общем-то, доверили им очень важную, ответственную миссию модерировать встречи с нашими спикерами. И сегодня первую встречу будет модерировать мой дублер Дина. Передаю ей микрофон для того, чтобы она представила нашего почетного гостя. Приветствую всех участников и спикеров форума «Таврида». Сегодня начинается первый день лекции, которую мы так долго ждали. И спикером на лекции будет Исаулов Георгий Васильевич, проректором архипенаучной работы, заслуженный архитектор Российской Федерации, академик архитектуры, Академия строительных наук, почетный член Академии художеств, доктор архитектуры, профессор, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Встречайте! Спасибо. Я от всей души приветствую самую талантливую архитектурную, городостроительно-урбанистическую, дизайнерскую молодежь, коллег, которые здесь присутствуют. Я надеюсь, что сегодняшний день, благодаря замечательной погоде, принесет нам много радости. И мы с вами сумеем сосредоточиться на тех задачах, которые сегодня стоят перед нашими профессиями. Современный мир достаточно сложен. Мы с вами это прекрасно видим, осознаем. И поэтому, может быть, стоит остановиться на некоторых моментах, которые характеризуют его в целом или в основном. Но прежде всего это растущая сложность. Сложность всего происходящего. Социально-функциональных процессов, в том числе производственных, технологических, межсистемного взаимодействия. Вы видите, как сегодня все это усложняется, нарастает трудность и определение. Следующая характеристика – это, собственно, неопределенность процессов. Что это означает? Процессы формирования среды жизнедеятельности и процессы урбанизации, интеграции с природной средой, они становятся все более неопределенными. Ну и третье, на мой взгляд, тоже очень существенное. Это нестабильность экономических процессов, природно-климатических условий, рост природных и техногенных рисков. Для того, чтобы во всем этом разобраться и понять, какова же роль профессии, которую мы с вами представляем, безусловно, необходима поддержка и понимание науки. Какова сегодня роль современной науки? Прежде всего, это моделирование того, что может быть, это прогнозирование того, что может произойти. Это не только интуиция творца, это и представление возможных сценариев будущего развития. Поэтому Московский архитектурный институт особое внимание сегодня уделяет научной составляющей в развитии творчества мастеров архитектуры, градостроителей, будущих мастеров, дизайнеров архитектурной среды. Открытая магистратура уже достаточно продолжительное время в Московском архитектурном институте сейчас обретает новые грани, новое понимание. Перед будущими магистрантами набора этого года стоят конкретные задачи, на которые нет ответов пока в практике. Эти ответы будут найдены, мы больше чем уверены. Мы поэтому увеличили количество профилей в магистратуре, то есть тех программ, по которым будет идти обучение. Появилось новое в такой исторически сложившейся традиционной области, как история архитектуры и градостроительства. Мы открыли впервые программу «Храмовое зодчество». Наряду с этим усилено содержание и по существу актуализировано проблематика исследований по архитектуре жилых, общественных зданий, промышленных зданий, ландшафтной архитектуре, дизайну архитектурной среды, информационным технологиям и так далее. Мы полагаем, что мы сумеем вместе с вами, будущими магистрантами, кто будет поступать, вместе с вами, кто сегодня задается проблемой поиска ответов, «Настоящие вопросы», найдем эти ответы, и эти ответы дадут нам возможность понять будущее и создать достойную среду, которую сегодня именуют устойчивой или средой, ориентированной на зеленую составляющую. С каждым годом растет число зданий, которые именуются зелеными. Простите, я хотел бы попросить включить трансляцию. Это мы далеко ушли. Вот так. Итак, новое в зеленой архитектуре. С каждым годом растет число проектов, которые именуются зелеными, экоустойчивыми, энергоэффективными и так далее. Терминов очень много, но по сути они одинаковы. Принятие в 1992 году, а затем подтверждение в 2012, спустя 20 лет, в Рио-де-Жанейро на международном или мировом саммите тенденции и стратегии устойчивого развития привело к тому, что возникли новые отрасли, именуемые зелеными. Зеленая экономика, зеленая энергетика и зеленая архитектура. Следуя стратегии развития, зеленая или устойчивая архитектура призвана обеспечить потребности ныне живущих людей в тех условиях, которые будут сохранены и для будущего. Итак, именно сохранение того, что имеет сегодня планета Земля для возможностей будущих поколений, это задача зеленых технологий, зеленой архитектуры. Что в этом смысле очень важно? Очень важно, чтобы образ мышления архитектора, дизайнера, градостроителя или урбаниста, строителя, инженера, они соответствовали этим представлениям. На симпозиуме в 2011 году мы рассматривали целый ряд определений, что такое устойчивая или зеленая архитектура. И тогда вот мной в частности было предложено достаточно развернутое определение, которое, не меняясь по сути, все же меняется по характеру формулировок. Тенденции применения тех или иных принципов и методов строительства, технологий в разных названиях мы видим с вами от низкозатратной, изумрудной и, конечно же, к зеленой. Проектирование зеленых зданий – это, собственно, очень большой, серьезный предпроектный поиск. Затем проектные процедуры в содружестве с инженерами, специалистами разных направлений. Вселенским вызовом человечеству стали климатические аномалии на планете. И в докладе ООН, в глобальном докладе ООН, указано, что города и изменения климата – это взаимосвязанные вещи. При дальнейшей урбанизации понимание воздействия изменений климата на городскую среду будет приобретать все большее значение. Какова роль технологий? Вот что нам важно понять сегодня. Именно технологии, очень развитые, опережающие по существу развитие многого, что происходит с человеком на земле, они определяют во многом перспективы развития архитектуры. Технологии получили название «зеленых». Что такое зеленые технологии? Это инновации, в основе которых принципы устойчивого развития и повторного использования ресурсов. Также их именуют как экономически безопасные, позволяющие сократить ресурсы, негативное воздействие на окружающую среду при значительно большой эффективности. Опять я что-то не так делаю. Ближе к залу или к микрофону? К микрофону. Спасибо. И вот применение зеленых технологий в строительной сфере даже именует само строительство как зеленое строительство. Анализ практики развития зеленой архитектуры позволяет выявить две основные черты. И поэтому следующее определение, которое мне кажется достаточно кратким и существенным, это зеленая архитектура, экологически ориентированная архитектура высоких технологий. В практическом смысле критериями использования этого определения становятся рейтинговые системы, стандарты, нормы и вещи далекие, может быть, от творчества, но весьма сильно влияющие на него. При этом экологию я понимаю не только как экологию общую, но экологию культуры. Три основные международные системы рейтинговые американская элит, британская БРИАМ и немецкая ДГНБ определяют сегодня уровень соответствия построек тем требованиям, которые, собственно, декларируют устойчивое развитие. В нашей стране разработан целый ряд ГОСТов. Вот вы видите часть из них. Ну и хочу обратить ваше внимание на последний ГОСТ. Этот ГОСТ связан с использованием отечественного опыта в разработке рейтинговых систем мирового значения. Это ГОСТ, посвященный требованиям к проектированию футбольных стадионов на принципах устойчивого развития. Выполнен он целым рядом разработчиков, в том числе это представители Московского архитектурного института, НП АВОК, НП Термек, ЦНЕП, промзданий, Национального центра по зеленому строительству по заказу Минприроды России. Этот документ был принят в ФИФА и используется сейчас официально как документ мирового уровня для сертификации российских построек чемпионату 2018 года. Понятно, что требования для архитектора это все-таки внешние входящие некие факторы. А что же, собственно, является сутью? Сутью при каждом проектном решении или в процессе его получения является разработка архитектурной формы, структурирования пространства. Архитектурная форма понимается нами как структурная и функционально организованная, символически значимая, ориентированная на эстетическое и повседневное восприятие материальная субстанция. Что определяет ее? Как она рождается? Каждый присутствующий имеет свой опыт решения этой задачи. Тем не менее, сферы рождения устойчивой архитектуры очень различны. От научных исследований, экспериментального проектирования до мониторинга жизненного цикла уже созданной постройки. На данном этапе развития уровней решения задач внутри сфер в нашей стране различны и несинхронны. Это в целом и подтверждает прошедший год, а многие присутствующие здесь были в прошлом году, и мы с вами уже обменивались мнениями на эту тему. Но в основном продолжает существовать в отечественной проектной практике два основных подхода. Первый – это активное включение в архитектуру всех новейших технологических и технических разработок по энергоэффективности, умному управлению, использованию новейших материалов, применению самых различных технологических находок. Второй подход заключается в применении объемно-пространственных архитектурных методов, влияющих на энергопотребление, ресурсы сбережения, использование максимально естественных, а не механических способов работы инженерных систем. По существу, как показывает практика, в чистом виде ни один из методов не применяется. Применяются они в совокупности. Видимо, вот их синтез или их единение и дадут возможность решить те задачи, которые ставит стратегия устойчивого развития. Вместе с тем, что все ярче и ярче проявляется в творчестве и российских, и мировых архитекторов, проектируется не одно здание, не отдельно стоящее здание, проектируется фрагмент среды жизнедеятельности человека или, как говорят сейчас и уже на протяжении ряда лет, жизненной среды человека. И вот исходя из такого подхода, я выделяю ряд принципов формирования зеленой среды обитания. Эти принципы последовательно мы с вами рассмотрим. Они, конечно же, влияют на возникновение той или иной архитектурной, градостроительной формы, формы произведения дизайнера и так далее. Но очень важно, и я просил бы обратить внимание на то, что исключительно важны принципы визуального конструирования мира, которые для себя формулирует каждый проектировщик, каждый творец. Мы понимаем, что сначала мы видим объект и только потом воспринимаем его, участвуем в освоении пространства и так далее. Итак, первый фактор, на который следует обратить внимание, это гармонизация как основа формирования новых качеств среды обитания. Процессы развития в мире в основном и напрямую связаны с развитием и ростом городов. В 2010 году каждый второй житель планеты жил в городе. К 2050 году прогнозируется рост городского населения до 70% землян, живущих в городе. При этом увеличивается и число убывающих городов, численность населения которых уменьшается. Ну, например, наиболее яркий мировой пример, который сегодня очень часто демонстрируется, это американский город Детройт. Численность населения его за последние десятилетия 20 века уменьшилась в 2,5 раза. Актуальны проблемы моногородов и в России. Их сотни. Для каждого из них нужно искать свои пути развития, сохранения в них жизни. Очевидно, что нужны новые технологии. И как для новых городов, а их типология тоже увеличивается, не так давно появился новый термин, определяющий типы городов. Это гигаполисы. Гигаполисы, население которых составляет сотни миллионов жителей. Мы привыкли к пониманию мегаполиса, полиса и так далее. Гигаполисы, очевидно, будут развиваться в Китае и Индии. Вряд ли население других стран, хотя все покажет будущее, способно интегрировать подобные агломерационные процессы. Ну и так до города с численностью около тысячи жителей. В основе будущих разработок гармонизация самых различных факторов. Но большинство городов, естественно, это исторически сложившиеся или существующие ныне города. Именно гармонизация по исследованиям консалтинговой компании «Солиданс» дала возможность выявить самые зеленые города мира на сегодняшний день. Ими признаны Париж, Сингапур, Лондон, а также Сидней, Токио, Гонконг, Нью-Йорк, Дубай, Пекин, Шанхай. Четыре следующие показателя стали основой такого признания или такой оценки. Первое – это число и доля зданий, сертифицированных по зеленым стандартам. Второе – это показатели энергоэффективности энергопотребления зданий, также уровень эмиссии летучих органических соединений. Третье – политика городских властей, цели, приоритеты в сфере зеленого строительства. И четвертое – политика установления экологических стандартов в целом. Таким образом, в уже сложившихся городах можно достичь эффекта высокого уровня решения проблем устойчивого развития. И таким образом создать некие зеленые полисы. Примером является конкурс на проект реновации или ревитализации районов Парижа. 23 участка мэрия выбрала для того, чтобы обновить их с точки зрения решения проблем экологических в городе. Это вокзалы, промзоны, старая ветхая застройка. И на 23 площадках были представлены 23. Вот вы видите два из этих варианта. 23 варианта победителя, которые, собственно, меняют облик Парижа, не нарушая сложившейся структуры и так далее. Критики назвали этот конкурс «Все оттенки зеленого». Тем самым обращая нас к сути решения архитекторами тех или иных задач. На решение подобных задач ориентированы, как заявляют авторы проекта, «Моя улица». И в Москве сейчас активные работы по благоустройству ее территории. Но вот в рамках все же три единства решаемых задач исключительное значение имеет не только решение их или их разработка в уже сложившихся населенных пунктах, но и попытки создать новые модели, учитывая колоссальный рост городов к середине 21 века. Две такие модели сегодня наиболее полно и наиболее ясно в мире обсуждаются и реализуются. Это строящийся в Эмирате Абудаби, в Объединенных Арабских Эмиратах, эко-город Маздар, который воплощает в формах традиционной восточной архитектуры на принципах устойчивого развития с использованием всех новейших достижений науки, зеленых технологий, нового технического оснащения и оборудования, некую модель проживания в будущем. Его численность населения составляет примерно 50 тысяч жителей, будущая численность. Попытки, вот мы видим с вами фрагменты застройки этого города, его по существу вид сверху. И вот несколько вариантов застройки городской с использованием традиций восточной архитектуры. Попытки создания новых экологических образований предприняты в Абудаби и в виде создания эко-курортов на солнечных батареях. Оазис-эко-ресорт, площадь солнечных батарей составляет 48 тысяч квадратных метров. На расстоянии это выглядит некой рекой, окружающей оазис в пустыне. Иначе формируется южнокорейский город Сонгдо. Мы видим с вами модель развития городов, но уже иного плана. Здесь в основном ориентация на использование умных технологий, информационных технологий. Площадь города 53 тысячи квадратных километра, а планируемая численность населения 253 тысячи жителей. Умный город Сонгдо становится своего рода такой точкой пересечения трафика Европа-Азия. Компьютерная интеллектуализация систем в основе решения всех задач проектирования, планирования и так далее. Они должны соединить деятельность всех систем жизнеобеспечения, трудовую деятельность в городе в единый процесс. Город имеет свои особенности. 40% территории отдано незастроенным пространствам. Почти все жизненно важные для человека объекты расположены в пешеходной зоне доступности от жилищ. 25 километров велосипедных дорожек. Десятая часть площади города выделена под парки. В застройке этой части ее этажность не превышает четырех этажей. Причем два нижних это магазины, два верхних жилые здания. Очень напоминает средневековые города Европы. Компактный по своей структуре Сонгдо имеет высотную часть. Это высотная часть и есть сити. По существу вот такой управленческий центр. Подобный опыт это не только Маздар и не только Сонгдо. Это и попытки решения подобных задач в Сколково, в Москве, в Иннополисе, в Казани. Итак, примерные модели, как ими будут города, надо разрабатывать. Но понятно, что они будут разными, их будет очень много. Принципы проектирования включают в себя выявление оптимального сочетания стабильного и изменяемого. Что в архитектуре считается стабильным, что изменяется и изменяется постоянно. Их динамический баланс по существу определяет способность среды ко всем вызовам, к тому, что происходит вовне. Мы видим с вами, как наследие, историко-культурное наследие во всем мире становится устойчивой, стабильной составляющей идентичности народа, нации и так далее. Это стабильное, которое сохраняется. Народное зодчество, построенное на основе учета в течение тысячелетий, ну может быть столетий, самых различных природных социальных факторов, оно становится сейчас стимулом для очень многих проектировщиков, для того, чтобы понять закономерности формирования той или иной удобной и полезной, эстетически выразительной и воспринимаемой человеком формы. Сегодняшняя тенденция на изучение истории архитектуры совсем неоднозначно воспринимается в мире. Во многом это поиск современных решений, которые основаны на достижениях всей мировой культуры. Но это не перетолковывание, это открытие сущностных основ, в этом отличие деконструктивистских подходов от современных вариантов прочтения формы. В этом смысле особое место принадлежит архитектурной классике. Такой выстроенный ряд классических построек дает возможность видеть, как человечество профессионально осваивало ту составляющую, которая и есть его жизненная среда. Причем особое место в этих исследованиях сегодня принадлежит Московскому архитектурному институту, в котором архитектурную классику изучает группа исследователей под руководством и в основном при его идейном сопровождении академика Дмитрия Олеговича Швидковского, присутствующего здесь. Я прошу поприветствовать. И уже можно сказать, что зеленая архитектура или устойчивая архитектура – это классика архитектуры будущего. Но мы с вами можем так предположить, а для того, чтобы убедиться в этом, у вас будут все возможности. Итак, стабильно изменяемая в современной архитектуре имеет все основания для того, чтобы обратить на это внимание. Итак, стабильная стационарная форма. Одно из зданий – это многофункциональный комплекс, он не движется, он статичен, но тем не менее сертифицирован по системе БРИАМ. Это город Ухань, Китай, автор постройки Пелли Кларк, Пелли Архитекст. Динамичная форма самого здания, устремленная вверх, полностью статична. Очень интересно знать, вот как вы считаете, какое это по назначению здание? Я назову три типа. Жилое здание, да, нет. Общественное здание учебного назначения. Да или нет? Да. И фабрика, заводское сооружение. Нет. На конкурсе Архдейли 2016 года в номинации «Лучшее производственное здание» заняла эта постройка, эта фабрика архитектора Ричи Ашизавы в Малайзии. Таким образом мы видим, как на лицо меняются решения, которые казались когда-то правдивыми. Форма выражает содержание. Что же выражает форма? Форма выражает различные движения. И так динамичная форма архитектуры, чувствительная к движениям Солнца. Давно человек, давно разрабатывает идею движения вслед за Солнцем. Открытие вот этой механической схемы в 1935 году совершил итальянский инженер Анджело Иверници. Он построил виллу Джирасоли в Вероне, которая вслед за светилом на небольших колесах движется в течение 9 часов 20 минут в течение дня. Дальше пошли архитекторы, наши с вами современники. Архитектурная группа из Великобритании, Суфолк, придумала такое здание, назвав его скользящий дом. Вы видите, когда появляется солнце, часть дома выходит остекленная наружу, меняя свою кровлю. Когда же идет дождь, то домик опять въезжает внутрь, подобно улитке, прячется в свой панцирь. Эти эксперименты продолжают архитекторы в разных странах. Вот мы видим с вами дом Шарифи Ха, архитектор Next Office Тегеран. Иранские архитекторы предлагают такую динамическую композицию, в которой все блоки, трехэтажный дом, вращаются вслед за Солнцем, наоборот уходя от него и создавая какие-то композиционные мотивы в пространстве самого дома. Таким образом, от механических попыток человек все время пытается прийти к какому-то универсальному способу улавливания Солнца. И вот московский архитектор, не помнящий, создает самые различные варианты, используя световоды, используя открытые шахты, каналы, для того, чтобы благодаря проникновению света вглубь постройки создать оригинальные формы. Улавливание света, это его проектные разработки, дает возможность создать совершенно оригинальные формы. Таким образом, с одной стороны динамичность, с другой стороны статичность, которые постепенно становятся обыденным явлением для архитектурного проектирования, для архитектуры. Они и обуславливают вот эту встроенность в изменяющуюся среду, эту способность архитектуры отвечать на вызовы извне. Конечно же, исключительное значение для архитектуры имеет ее связь с природой. Но на протяжении тысячелетий, может быть и миллионов лет, человек постепенно изменяет свое отношение к природе. Сначала он приспосабливается к ней в пещерах, на весах и так далее. Потом он старается изменить свое место в природе, заставить ее жить по своим законам. Мало достигнуто успехов, но много сделано ошибок. И далее, сегодняшнее представление о взаимодействии архитектуры и природы – это стремление к симбиозу, к синтезу. Ну и, конечно же, примеры самые разнообразные. От формы зданий мы видим с вами дом «Кактус». Это группа архитекторов USX «Архитекст». 19-этажный дом в Роттердаме с множеством зеленых площадок, садов в форме «Кактуса». Дом так и называется «Дом-кактус». Меняется форма офисов. Офис «Киберкуб» известен по всему миру в Мумбаи, в Индии. Он является достопримечательностью. Особенность его – сама внешняя форма и встраивание природы внутрь. Вот на нижнем изображении вы видите интерьер такого зимнего, условно скажем, внутреннего сада. Дело в том, что состояние воздуха, как свидетельствуют исследования, выполненные рядом ученых, офисы зеленых зданий увеличивают работоспособность сотрудников на 61%. Если же здание идет уже по сертификату «Грин плюс», то на 101%. Таким образом, в зависимости от содержания кислорода, воздуха, других веществ, растет производительность работающих. Это то, о чем должны знать и архитекторы, и дизайнеры, ну и прежде всего, конечно, бизнесмены, потому что напрямую это связано с интересами бизнеса. Дело в том, что проекты, связанные с природой, с формами природы, они напрямую, вот мы видим с вами уже ставшие, ну таким признанным, я бы сказал, иконой архитектуры начала 20 века, культурный центр Жанна Марио Джибао, Ренца Пьяна в Новой Каледонии. Жилища Канаков, это традиции, это история культуры народа, они интерпретированы в виде форм вот таких общественных зон культурного центра. Естественное использование дерева, вентиляция, все, что использовало Жилища Канаков, использует Ренца Пьяна, но создает совершенно современный, уникальный, узнаваемый образ, который, в общем, интерпретируется сегодня многими архитекторами, используя деревянные рейки для создания тех или иных художественных образов. Иначе работают архитекторы МВРДВ, которые в Южной Корее, к югу от Сеула, создают такой вот городской центр Гванчгоу. Вы видите возвышающиеся башни, термитники ли это, или это природные какие-то горные формы и так далее. Но, тем не менее, сочетание новейших материалов, озеленения, оборудования, может быть, это скалы-останцы, характеризует этот общественный городской центр. Природные формы все больше и больше проникают в архитектуру. Прошедшие миллионы лет эволюции показывают, как можно адаптироваться к смене дня и ночи, холода и тепла, дождя и, наоборот, суховее. И вот эти формы дают очень много возможностей для развития архитектурного творчества. Известная вантовая конструкция стадиона в Мюнхене, созданная к Олимпийским играм в 1977 году Фраем Отто и Гюнтером Бенишем, она всеми в исторической мемуаристике трактуется как некая паутина. Хотя сами авторы считают, что это гряда гор на фоне силуэта Мюнхена. Ну, оставим это в покое. Тем не менее, в прошлом году Фрай Отто отмечен был прицкировской премии, своего рода Нобелевской премии за эту работу и за несколько дней до смерти узнал о признании своего творчества. Вообще, природная форма и спорт достаточно ярко связаны. Птичье гнездо Херцога и Демирона 2008 год в Пекине, но не отстают наши архитекторы. Подсолнух, проект стадиона ЧМ-2018 в Краснодаре, Чайка над Донской волной ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону. Ну и, конечно же, поиски архитектора. Вот эта башня, жилая башня мексиканского архитектора Атагоя, это уже попытка не только трактовать такую форму, встраиваемую в среду, но и попытка создавать форму, которая представляет собой некую кожу, подобно коже человека. Каждая единица площади покрытия этого здания представляет собой микротурбину, и вот эти микротурбины на ветру вырабатывают энергию, здание дышит, все почти как тело человека, как его кожа. Примеры можно продолжить. Мы с вами знаем, что уже повседневностью стали зеленые крыши. Когда-то дерево на здании, выросшее на здании, было символом разрушения. Сейчас деревья на зданиях – это символ развития, высокого технологического развития. Так вот, что происходит, исследования психологов показали, что наличие зеленых крыш для работников офиса в соседних зданиях исключительно важно. Разрядка психологическая, которая дает возможность человеку ощутить природную форму, способствует повышению производительности работников. Поэтому уже сегодня исключительная ценность зеленых крыш, она отмечена и повсюду внедряется, особенно в решении соседних с офисами зданий. Но что для нас важно? Зеленая архитектура имеет один из принципов, исключительно важных принципов – это использование альтернативной энергетики, ее достижений в создании архитектурных форм и архитектурных решений. По данным программы ООН, в 2014 году впервые за три года инвестиций в возобновляемые или альтернативные источники энергии выросли на 17% по сравнению с 2013 годом. Но дело в том, что параллельно этому цена на солнечные панели упала на 75%. Полная стоимость строительства больших промышленных солнечных электростанций за 4 года упала на 65%. Это означает, что есть все основания для появления амбициозных проектов, И вот одна из таких программ, наиболее сегодня мощная и пропагандируемая в мире – это Китай. К 2020 году страна планирует 30% энергии вырабатывать на альтернативных источниках. Это колоссальное количество энергии. Австралия вслед за Китаем и, опережая его, планирует 50% альтернативной энергии, включая сюда воду, ветер и солнце, вырабатывать к 2020 году. Но вот одно из зданий в Китае, которое – это небоскреб Перл-Рива Тауэр в Гуанчжоу, архитекторы СОМ, построено по этим принципам. Вы видите ветротурбины, установленные на высотной средней части здания. Само здание имеет обтекаемую форму и так далее. Все характерные черты того, как это здание может работать. Еще один пример, который не нов, это 2002 год, но я считаю важным обратить ваше внимание на него еще раз. Это здание ТЭЦ, город Эймс, Соединенные Штаты Америки. Проект группы Гера-9 представляет собой такой накладной декор на здание ТЭЦ, которых много и в наших городах. Этот декор в виде лепестков, лепестков на самом деле турбин, которые вырабатывают электрическую энергию. Таким образом, меняется и облик здания, меняется его суть, содержание, все благодаря усилиям архитекторов. Будем надеяться, что эта работа приобретет свою реализацию. Конечно, в нашей стране прежде всего в таких разработках нуждаются районы, в которых очень много солнца, очень много дней, которые насыщены ветром, очень много энергии воды на реках и так далее. Вот это все в совокупности даст возможность не только изменить составляющую в энергетике, но и изменить образ самих зданий, которые насыщены соответствующей аппаратурой, соответствующим оборудованием. Солнечные панели, и когда мы смотрим, в полях представляют собой целые озера, меняют ландшафты и так далее, причем экологически чисто, не пытаясь их испортить. Ну и, конечно же, стремление человека защититься от рисков, природных катастроф, это стремление создать альтернативные формы проживания. Не бояться наводнения, а жить в океане. Проект швейцарского архитектора Винсена Калибо, вы видите, он экспонируется и очень известен сейчас в мире. Морской город, морская цивилизация. Еще один плавающий город, который имеет и надводную, и подводную части. Таким образом, не уйти от наводнения, а быть в стихии, жить в ней, такова попытка этих архитекторов. Но наши проекты не столь альтернативны. Вы видите, вот концептуальные проекты на воде. Они были к Олимпиаде в Сочи, мастерской архитектора Осадова разработаны. Это тоже попытки освоить поверхности океана. И, конечно же, моделирование форм и пространства в зависимости от факторов, определяющих жизненный цикл здания. Вот что сегодня требуется от архитектора в контакте его с инженерами, с математиками, программистами и так далее. Это четкое понимание, какие задачи могут быть решены при помощи этих новейших инструментов. Эти задачи информационно-коммуникационного моделирования решают в разной мере, в разной степени. Вот проект здания мэрии в Лондоне, осуществленный в свое время Норманом Фостером, он содержал много таких новаций. От использования естественного солнечного света до возможности нагрева, перегрева здания, подземных холодных вод и так далее. Это первая попытка, может быть, оптимизации формы здания в зависимости от направленного действия наружного климата с математическим моделированием. Одни из первых работ в этой области, в нашей стране и в мире, выполнили профессора Мархи, Табунщиков и Бродач. Разработка цифровых моделей, которые будут учитывать влияние всех факторов, влияющих на влияние факторов, определяющих форму здания или фрагмента пространственной среды, сегодня становится обязательным. Особенно это важно для градостроительных решений, когда мы должны прогнозировать подобно движению в организме человека тех или иных веществ и так далее. Как движется жизнь в городе, как используется пространство, каковы основы обязательного биологического или физиологического пребывания в ней человека. Поэтому вот такая многокритериальная задача должна быть решена с помощью систем, которых сегодня становится все больше и больше. Ватсон, который сейчас признан одной из самых мощных, разработанных человечеством систем интеллектуальной поддержки жизни человека, наверное, может помочь архитекторам тоже решить эти задачи. Все технологические новинки используют архитекторы. Но в какой степени больше, в какой меньше. В наибольшей степени сейчас используются BIM-технологии. Они становятся обязательными и в нашей стране, в частности для государственного проектирования. Об этом много сказано и, наверное, много уже будет сделано в ближайшее время. Технологии вообще очень сильно влияют на развитие архитектуры. Обратите внимание, появление новой формы, это группа NOX, библиотека в Гвадалахари. Было бы невозможно не быть вот такой параметрической программы, способной менять те или иные формы в зависимости от тех или иных факторов. NOX проектируется с использованием самых различных математических пакетов. Технологии вообще все больше и больше определяют возможности архитектуры. 3D-печать. От маленьких, небольших форматов печати до зданий отдельных. Это построенный офис одной из компаний в Арабских Эмиратах. А это уже предложение, которое выходит за масштаб традиционных представлений о 3D-печати. Это плавающий город шведской компании, который предполагается напечатать на 3D-принтере. Таким образом, архитектор, используя и новые материалы, мы видим деревянный небоскреб в Ванкувере, который, кстати, не очень понятно, почему должен быть из дерева. Критики с сомнением высказывают точку зрения на то, что это здание не деревянный дом, а деревянные джунгли или лесной дом, или лесные дома и так далее. Как использовать новые материалы? Имеет очень большое значение для развития архитектуры. Шигеру-бан, спроектировавший дома из прессованной бумаги. Или вот те инновации, которые связаны сейчас с использованием композитов в строительстве. Это все дело обязательного, ну, так скажем, будущего развития архитектуры. Конечно же, завершить разговор о технологиях я хотел бы тем, что нам предстоит с вами еще осознать, какое значение будут иметь технологии, сегодня определяющие развитие передовой мировой науки. Это так называемые технологии NBICS. Технологии, которые нацелены на синтез нано-биоинфокогни-социогуманитарных наук и достижений. Вероятно, что их единство даст возможность создать новые образы среды жизнедеятельности, среды обитания, создаст новый образ планеты, но при этом сохраняя ее традиционное совершенство. Итак, примерен такой спектр подходов к формированию зеленой архитектуры. Означает ли это, что архитектура вообще изменилась, перестала быть прежней? Наверное, нет. Поэтому я хотел бы сейчас продемонстрировать вам те основные направления, которые или сложились и влияют на архитектурные наши представления, или развиваются и будут определять будущее. Итак, архитектура в самых разных своих проявлениях. Архитектура в виде знака. Здание, которое построено в Шанхае, группа Плот, 2013 год. Вы видите здание в форме иероглифа. Этот иероглиф Рен означает единство двух зданий. Одно здание общественного назначения и гостиничный комплекс. Другое, выходящее из воды, это спортивно-зрелищный, спортивно-развлекательный центр. Подобные системы используются и в Европе. Здание фирмы Вольтера в Праге. Это тоже символ в виде буквы. Площадь здания 35 тысяч квадратных метров. Офисы и жилье 2012 год. Это такая крайняя точка колебания маятника использования форм в архитектуре. Большое, все большее, мне кажется, распространение получает минималистская традиция создания архитектурной формы и архитектурного пространства. Преуспели в этом, безусловно, японские архитекторы. Вот мы видим работы Тадао Анда и Тойе Ито. Но Тойе Ито не только создает минималистски значимую форму, он использует все достижения зеленой архитектуры для формирования облика, образа и самофункционально-конструктивного решения здания стадиона на Тайване. Этот стадион называется Дракон, солнечный Дракон. Его покрытие – это солнечные батареи. Они вырабатывают энергии больше, чем требуется самому стадиону, и поэтому продают ее соседнему городу. Вот посмотрите, как этот Дракон выглядит. Алвара Сиза – архитектор, известный португальский архитектор, который также работает в стилистике минимализма. Но и в российской практике, может быть, наиболее ярко сейчас представлены работы Плоткина в минималистской стилистике, хотя очень много, в том числе и присутствующих сегодня мастеров работают в этой стилистике. И в этом смысле я хотел бы обратить ваше внимание на то, что минималистская стилистика выделяет или выдвигает очень большие, высокие требования, к самому характеру поверхности здания. В связи с этим поверхность начинает трактоваться или толковаться совсем иначе, чем традиционная поверхность архитектуры. В постройках начинают преобладать два направления. С одной стороны, это выраженность текстуры, и даже ее подражание может быть подобие тканям. Вот постройки бюро архитектора Скуратова. Подобные ритмические выступы и чередование цвета кирпича уподавливают его ткани, ткань букле. Появляется мягкость, приветливость, нет той жесткости, однообразия и так далее. Модуляции света, цвета, тени дают возможность ощутить и благодаря орнаменту. А мы видим сейчас здание института дизайна, построенное в Гонконге. Здесь, по существу, вот эти диагональные ромбообразные решетки становятся основным художественным мотивом. Орнамент вообще очень часто и много проникает в архитектуру современную, именно минималистского направления. Обратите внимание, это облицовка индивидуальных жилых домов в Японии. Причем орнаменты разных типов, подобные тканям. Это пейсли, это дамаск, это гусиная лапка, известный шотландский орнамент. Вот мы видим, как благодаря орнаментальности и подсветке меняется фасад здания магазина Луи Виуитона в Токио. А это уже Москва, Столешников переулок. Орнамент и принт, благодаря чему появляется орнамент на фасаде, изменяют облик здания, придают ему некий выразительный характер, полностью исключая все те тектонические представления об архитектуре, которые существовали раньше. Это скорее бизнес и стремление архитектора и дизайнера создать выразительные здания. Так называемый золотой чемодан архитектора Чобана, Санкт-Петербург. Офисный центр, который благодаря покрытым золотым напылением панелям приобрел вид такого выдающегося из окружения сооружения. Здание использует в интерьере те же мотивы, что и в экстерьере. Принты на стеклах очень модные сейчас в офисных решениях декоративное покрытие. Вот также архитектор Чобан. Это фабрика Россия, Санкт-Петербург. Один из офисных центров. Мотив лилии создает выразительный образ, не архитектурный, а скорее такой рекламный образ. Еще более ярким использование рекламных украшений в корпусе Бенуа, когда проекты костюмов наносятся на фасад в шахматном порядке и по существу вы видите как бы рекламный облик, который привлекает сильно внимание и по существу фиксирует его на тех или иных мотивах. Но кто не знает сегодня, что такое QR-код. QR-код используют архитекторы очень ярко, ясно и стараясь создать нечто неординарное. Это многофункциональный комплекс линкор в Москве, архитектор Боков и команда 2008 год. Но это клуб ветеранов внешней разведки. И вот наверное сочетание такого и смыслового и декоративного решения, но декоративное решение настолько жесткое, что разрушает по существу тектонические связи, заложенные самими же архитекторами в объемном решении здания. А это уже Арабские Эмираты. Арабские Эмираты, строящееся здание гостиничного комплекса, австрийская студия сына и партнера и архитекста в Дубаях создали вот такой гостиничный комплекс. Ну, не только они, многие архитекторы сейчас используют QR-коды по различному назначению. Орнамент используется для того, чтобы создать образ страны. Это российский павильон в Шанхае 2010 год. Вы видите эти башни, которые были, 12 белоснежных башен, которые были в верхней части, украшены орнаменты народом России. Вероятно, что такая стилевая интерпретация дает возможность узнавания, но все же это скорее выставочно-рекламные образы. Очень яркий образ такого культового здания. церковь Святой Терезы в Академии Виндмора в Канзас-Сити 2012 год. Вы видите, как в основу художественного образного решения здания церкви была положена идея связи с образом Святой Терезы. Она была покровительница кружевниц, и поэтому образ здания интерпретируется в виде кружева. И вот таким образом архитекторы формируют глубинные связи. Ну и конечно же в архитектуре нельзя не сказать о том, что региональная составляющая привлекает архитекторов разных стран мира. Это Россия, Нижний Новгород, здание Банка гарантии архитектора Александр Харитонов, Евгений Пестов. Слева, мне трудно сказать, как для вас это будет слева, это первая очередь, а справа это вторая очередь. Конечно, это исключительный случай, когда две очереди здания выполнены совершенно разной архитектурной стилистике. Тем не менее, мы видим с вами одно здание, две его части. Как менялись представления архитекторов России в 90-е, начало 2000-х годов. И вот эта же тема, это кампус, кампус Академии Искусств, Хуанчжоу, Китай, автор этой постройки, а поскольку у нас идея кампуса, она как-то пронизывает тематику ваших проектных будущих на предстоящей неделе изысканий, я хочу обратить ваше внимание на то, что Ван Шу создает образ кампуса Академии Искусств, опираясь на традиционную архитектуру Китая. Хотя эта архитектура очень современна, не случайно в 2012 году он был удостоен Притскеровской премии. Хайтек, одно из очень популярных и постоянно развивающихся течений в архитектуре, я бы сказал, ну, может быть, течение или направление Бурж-Халифа, спроектированное СОМ в 2010 году. Дубаи, кто-то, наверное, видел, это высота башни 828 метров, 168 этажей, площадь 344 тысячи квадратных метров, на высоте 555 метров устроена смотровая площадка. Когда мы говорим о зеленой архитектуре, это отрицательный пример. Эта башня потребляет энергии столько же, сколько город с 50-тысячным населением. Представляете себе вот этот город, ну и безусловно к хай-теку или к современным версиям его склонны и отечественные российские архитекторы Ренберг-Шаров Санкт-Петербург. Наиболее яркой отечественной разработкой все-таки является, наверное, дом-окно в третье тысячелетие, проект московского архитектора Платонова и его команды, два руководителя Платона Кузьмин и вот вы видите такое на площади Гагарина такую совершенно космическую композицию, она не осуществлена, будет или нет, покажет время, но хай-тек и историческая среда, историческая застройка соседствуют в современном архитектуре. это московские мосты, а также спроектированы покрытие или перекрытие или с помощью стекла, металла, тоже такая аллюзия хай-тека в исторической среде. Продолжает развиваться модернизм, интерес к нему, интерес к монолитной говорящей форме, мы видим наиболее яркие его примеры, это творчество архитектора Белоконя, монолитные жилые дома, Шихаяна, здания музыкальной школы. Вот эти линии продолжают существовать и в современной архитектуре, в новейшей архитектуре, ну, некая такая неомодернистская версия постройки жилой комплекс на Ходынском поле, скорее это аллюзии к архитектуре авангарда, насколько они удачны вы можете оценить, архитекторы Кузьмин Боков, Солопов, Дмитрий Солопов, здание банка в Москве, ну, и еще раз мы возвращаемся к работам Плоткина, это здание офиса аэрофлота, большой интерес вызывает на протяжении уже 30, пожалуй, лет архитектура рубежа 20-го, 19-го рубежа 20-го веков, это торговый центр на Утилус в центре Москвы, на Лубянке, но насколько модерн, как стиль уместен был в архитектуре начала или конца 20-го, начала 21-го, показывает и эта работа, это эклектические поиски, когда, в общем-то, в одном здании соединяется, может быть, несоединимая и ордерная архитектура, и башня Татлина, и на первом плане мы видим собственный дом архитектора Шехтеля на Садовом кольце в Москве. Эклектики очень много в городах России, насколько она уместна, но, во всяком случае, она дает возможность архитектам раскрыть свои интересы. Также эклектичен, но достаточно с высоким вкусом решает проектные задачи архитектор Мамошин в Санкт-Петербурге. Вот вы видите его работы в сочетании новейших подходов с ордерной архитектурой. В дальнейшем это развитие и поддерживается, я бы так сказал, имитация форм Михаилом Беловым. Ну и, конечно, апогейна на сегодняшний день. Это здание парламентского центра, спроектированное с петербургскими архитекторами. Вы видите, это уже Москва. И вот здание Госдумы и Совета Федерации. Так оно должно выглядеть. Сами авторы считают, что вот идея купола, идея ордера это идея законодательной власти, укорененная в сознании людей на протяжении многих десятилетий, а может быть и столетий. Конечно же, продолжает такое бытование, такая деконструктивистская версия, связанная с попыткой разрушить традиционную среду интерпретировать формы, перетолковывать их и как бы играться в новое понимание цвета, формы. Хотя это центр, который имеет специальное медицинское назначение, центр реабилитации детей, больных аутизмом, но тем не менее форма снаружи придает совсем другое значение тому, что мы считаем традиционным. в нашей стране в конце 20-го и начале 21-го века активно развивается и возрождается по существу храмовое зодчество. Конечно, точкой или пунктом, отметившим начало этих процессов, был храм Христа Спасителя в Москве. Различные конфессии получают право на воссоздание символов. Мы видим здание мечети Кул-Шариф в Казани, Татарстан, устремленность ввысь и укорененность в землю, в основание. Вот две составляющие, которые сегодня характеризуют храмовое зодчество. Каким будет храм будущего? Наверное, покажет еще практика ближайших десятилетий. Но сегодня очевидно, что вопросы, которые возникают перед проектировщиками, они нуждаются в поисках новых ответов, знаний всего, что накопила современная архитектура. Самая широко развитая тема это строительство жилья. Мне кажется, что наиболее полное вот такое комплексное решение получила жилая застройка в экспериментальном районе Куркино в Москве. Это не единственный подход, но здесь нет того влияния определяющего влияния бизнеса, которое испытывают очень многие города и районы сегодня, создавая многоэтажные буквально микрорайоны, хотя это именуется уже совершенно другими романтиками, наименованиями, типа парус, солнечный берег и так далее. Жилье может быть разным. Это победитель конкурса Ардейли 2016, так называемая Великая стена. Это проект Луиджи Расселини в Австралии. Вот вы видите такой жилой комплекс. Он почти не виден из земли, он ее часть, но тем не менее это благоустроенное жилье новейшего класса. Тему жилья решает и современный победитель Придскировской премии. Я говорю современной, потому что премия Придскировской в области архитектуры 2016 года была вручена чилийскому архитектору из Сантьяго Алехандро Аравенни. Это выдающийся человек, он достаточно молод и наверное вы видели, выглядит он весьма оригинально, так же как мыслит, так и выглядит. Он похож на Росомаху, что отмечают все критики и очень ярох в своих высказываниях. Он и куратор современной архитектурной биеннале, ныне идущий в Милане, в Венеции, простите, его девиз или девиз предложенный им для биеннале на линии фронта, на линии фронта. Ничего себе можно сказать, как же архитектура может быть на линии фронта, то есть на передовой. Аравина предлагает архитектору решать задачи, прежде всего социально важные. Задачи проектирования жилья эконом-класса, социального жилья. Поэтому у него в его бюро три сектора. Один решает задачи создания уникальной архитектуры, второй социального жилья и социальных построек, и третий бизнеса. Сочетание всех трех начал дает возможность ему создавать жилые комплексы, в которых решаются задачи снятия вот этого напряжения, возникающего между бедными и богатыми. Для Чили это исключительно актуальная тема, и для Мексики, для которой много проектирует архитектор. Том Притцкер, представляя нового лауреата, заявил, что его произведения социально ориентированы, энергоэффективны, обеспечивают уютные общественные пространства, предусматривают меры защиты от стихийных бедствий. Он демонстрирует, как архитектор, простите, как архитектура в будущем может улучшить жизнь людей. Вот на что ориентировано творчество этого мастера. Еще раз обращаю ваше внимание на формулировку, чем должен обладать архитектор, дизайнер, урбанист, градостроитель. Он должен выработать свои принципы визуального конструирования мира. Вот, собственно, у Равенны они есть, как он заявляет. Есть тема, на которой нельзя не остановиться. Это тема, связанная с развитием бизнеса в туризме, с развитием туристической отрасли. Это тема множащихся копий памятников в архитектуры при сохранившихся подлинниках. Обратите внимание, это опять Эмираты. Здесь собраны все чудеса света в такой интерпретированной версии. Здесь есть и пирамиды, и есть Эфелева башня, есть сады Семирамиды и так далее. Это все туристские магниты. Это аттракторы туризма. Это все создано для того, чтобы создать или сформировать интересную, привлекательную, заманчивую, сказочно привлекательную среду для отдыхающих. Копии памятников, появившиеся в туристическом кластере, получили странную интерпретацию в современной китайской архитектуре. Они создаются в жилых районах, они становятся частью ландшафта городского, сельского и так далее. Обратите внимание, вот первый и второй слайд. это обычные жилые районы, это тоже Китай, это тоже обычная жилая застройка, площадь Сан-Марка, голландские ветряные мельницы. Ну, а об этом уже, наверное, и говорить не надо, но все равно тема кампуса, это тема снимка, который вы видите в виде дворца Хогвартс. дворец Хогвартс это академия искусств, где учат чудесам. А разве университеты это не то же самое? Поэтому, я думаю, вы найдете свою интерпретацию этих образов. Современный мир очень визуализирован и в основе его, конечно же, информационно-коммуникационной технологии, интернет. Гугл создает себе новую штаб-квартиру и новое пространство собственных офисов. Обратите внимание, это Гугл Плекс, работа Биг, группы архитекторов, Бьярки Ингельс, Томас Хезервик, которые по существу решают две задачи. Они решают задачу создания формы подобной природе и воссоздания, возрождения подлинной природы внутри этой формы. Двоякая задача. А все это для того, чтобы создать по существу новую среду обитания. Эта среда называется информационный новый мир. Мир информационного общества. Интернет. Мировая паутина. Вот так выглядит Гугл Плекс. Подобные примеры многообразные, многочисленные. Те же Биг создают дома в виде горы и так далее. Есть и такой пример торнадо в городе Талсо в Оклахоме США. Архитектор Кенслоу Киттен Тодд создают такую башню. Это научно-исследовательский институт, здесь есть офисы и так далее в форме торнадо. Это в вечернее время. В разрезе здание представляет собой вот такой объект, который может работать по разному назначению. Таким образом архитекторы полностью копируют природную стихию, воплощая ее в стационарных формах. Какой должна быть архитектура, каким должен быть ее образ в будущем. обратите внимание, еще раз обращаемся к природе. Экспо 2012, Йосио, Южная Корея, павильон морского города. Это морской город. Таким ли мы видим город будущего? По существу это некая органическая ткань, насыщенная кровеносными сосудами. Как в ней будет проистекать жизнь? Каким она станет для человека? Это новая среда обитания. Тем не менее, архитекторы, которые очень много прогнозируют, создают постройки вполне реальные. Это одна из последних работ китайской группы МЭД. Вы помните их шагающую звезду, город на 10 тысяч жителей в форме звезды, морской звезды, многолепестковой, которая, переходя по континентам, по различным, абсолютно автономно и инициирует новые образы жизни человека. И вот это оперный театр в Харбине. Трудно представить, что это именно здание театра возможно. Мы с вами уже угадали здание фабрики. Как выглядит это здание, мы можем сейчас с вами судить, потому что это напоминает природное, может быть морское, может быть вообще непонятное существо. Во всяком случае это существо живет уже и продолжает свое существование. Американский физик японского происхождения Митио Каку, один из авторов теории струн, рассуждая о будущем, о так называемой физике невозможного, затрагивает различные вопросы технологического развития, участия науки в деятельности человека. В сфере интересов его самые различные по существу неосуществимые фантастические явления. Может быть архитектуру будущего можно именовать архитектурой невозможного. Он так называет самые различные проявления, которые связаны с открытиями в области физики. А какой будет эта архитектура? Безусловно, будет зависеть и от прогресса науки и технологий. Может наоборот, это будет зависеть именно от людей, которые будут творить вопреки прогрессу и технологиям. Может архитектура станет своего рода адаптером между невозможным технологичным и прежним реальным обликом окружающей нашей среды. Митя Укаку предполагает, что наряду с местными культурами и обычаями во множестве вариантов процветающими на земле будет формироваться и накладываться на все это многообразие единая земная культура. Такой вывод вполне, на мой взгляд, естественен для архитектуры. Она всегда единство новаций, которые могут иметь универсальный характер, но и, конечно же, наследие уникального, многоликого, хранящего культуру народов. Понятно, что будучи воплощением идентичности на каждом этапе истории, эта культура не отрывна от человека. Она последует за ним и в будущем. Наряду с универсальностью будут развиваться локальные архитектурные культуры. Я полагаю, что многие из возникших уникальных объектов будут принадлежать и вам. Анализ показывает, что в наборе свойств архитектуры, зеленой архитектуры, как сегодня ее именуют, на протяжении последних десятилетий активно отмечается сочетание классического и современного. И, как я уже сказал, и в третий раз повторюсь, и принципов визуального конструирования мира каждым зодчим, дизайнерам, градостроителям. Спасибо за внимание. Большое спасибо за столь интересную и увлекательную лекцию. Нам, как молодым специалистам, это очень важно знать, так мы должны шагать в ногу со временем. Итак, ребята, сейчас приступим к вопросам. Я думаю, у вас возникло очень много интересных вопросов, которые вы можете задать прямо сейчас. Вы можете просто поднять свой блокнотик, на который изображен вопрос, и мы к вам подойдем. Итак, давайте, не стесняйтесь. Не забываем представляться, называть свой регион. Я хотела бы задать вопрос касательно такой темы. Вот есть идея строительства, точнее, напечатания 3D-домов для стран третьего мира, например, для Африки. Вот какой тут будет действовать принцип? Либо дешевле, либо все-таки зеленая архитектура, чтобы не навредить природе. Это вот первый вопрос. И второй вопрос. Было приведено очень много примеров того, как развивается архитектура и колоссальные вообще фантастические примеры за рубежом. Почему вот в России таких примеров мало? Это связано либо с образованием, либо просто с экономическими какими-то кризисами и так далее? Спасибо. Первый вопрос. То, что касается Африки, это далековато, но все равно. Дело в том, что в архитектуре нельзя, на мой взгляд, противопоставлять природу и деньги бедная архитектура или для бедных архитектура и которая будет вредить природе. Мне кажется, что и я пытался в примерах показать, как благодаря о чем говорит Аравена в частности, очень трудно проектировать архитектуру, которая решала бы задачи социального жилья на высоком уровне, и поэтому нужны особые механизмы финансирования, и, безусловно, нужно учитывать реалии природной среды, климат, ландшафт и так далее. Я думаю, что наоборот, учет природных факторов даст возможность создать экологические и экономические решения, которые, собственно, получат, я думаю, распространение во многих странах мира в связи с тем, что еще и городское население будет увеличиваться. То, что касается отечественной архитектуры, действительно, в 60-е и 80-е годы это были не только годы расцвета технологизма работы домостроительных комбинатов, строительного конвейера, крупнопанельного, крупноблочного и так далее. Это еще были годы формирования определенного сознания у архитекторов. Вспомним историю, можем понять, что в эти годы существовал запрет на разработку решений, оригинальных или авторских решений. Для этого нужно было получать специальные разрешения. И даже государственным комитетом по строительству были выпущены некие рекомендации по количеству углов здания, общественного здания в частности. Поэтому вот то сознание, которое было сформировано у архитекторов, очень многих, практически работавших, оно и затруднило вот сейчас в эти 90-е годы переход к реализации. Несмотря на это, в 80-е годы возникшие в Советском Союзе движение бумажников, которое по существу стало выдающимся явлением в мировой архитектуре, также подобно творчеству архитекторов авангарда, которые мало что построили, в частности Иван Ильич Леонидов, но оказали колоссальное влияние на развитие архитектуры и вообще архитектурных представлений. Думаю, что в нашей стране вот эти процессы перехода архитекторов от привязки только типовых проектов к созданию новых оригинальных форм вопреки сложившемуся и строительному конвейеру, и представлениям строителей и так далее, и недостаток в развитии сейчас технологического оснащения, технологической базы, привели к тому, что многие оригинальные решения остались только на бумаге. Но полагаю, что это дело будущего, и я уверен, что и в сегодняшних лекциях вы увидите творчество российских архитекторов, поэтому в меньшей мере я сегодня говорил о нем. Наши архитекторы достигли очень больших высот в встраивании, я бы так сказал, в мировой современный архитектурный процесс. И я думаю, что следующие поколения, в том числе ваше поколение, дадут работы, которые уже будут по существу на уровне мировых оригинальных решений. И надеюсь, что Таврида станет трамплином для получения притскеровской премии для многих из вас. Ну, во всяком случае, я бы это очень хотел. Здравствуйте. Возник такой вопрос, вот, просмотрев слайды, насколько человеческо готово жить в таких современных городах? Это же потребует огромного количества изменений в социальной сфере, в сознании людей. И согласятся ли люди на эти изменения? Не произойдет так, что возникнет конфликт в том, что человек, которому присущи и негативные стороны личности, жадность, алчность, стремление к богатству, возьмут верх над тем, что люди не согласятся жить в этих городах, которые как раз таки, на мой взгляд, требуют кренового изменения именно в сознании человека. Это первый вопрос, а второй вопрос более приземленный связан с альтернативной энергетикой. Я вот из города Волгограда и наш регион очень богат этими ресурсами и каждый раз идя по городу я чувствую порывы ветра, как греет солнце, я понимаю сколько ресурсов есть вот вокруг нас и подарил нам природа и оборачиваясь вижу теплостанции, которые вырабатывают тепло, необходимое нашему городу, нашей жизни, электричество, но при этом я не понимаю когда возникнет эта возможность перехода на альтернативную энергетику, а кто станет источником этим вектором направления и по вашему мнению когда это случится? Спасибо. Очень интересный вопрос, я только не очень понимаю о каких городах идет речь. Все города остаются, новые города о которых вы говорите это скорее исключение, наверное трудно себе представить было нам в вашем возрасте, что вы так легко будете общаться в сети вот в этой информационной паутине. Вы сегодняшние это далеко не мы вчерашние, поэтому вы уже готовы к жизни в этих городах, только не осознаете этого в полной мере. Вы уже готовы работать, не выходя из дому. Сегодня уже создаются сетевые формы проектирования, когда команда строится из архитектов живущих в разных городах, а то и в разных странах. Специалист по этим направлениям они живут в разных странах и проектируют. И все это соединяется в бим-пакете и вы представляете свою работу, может быть, даже никогда не видя вживую друг друга. Мне кажется, что меняющийся образ жизни происходит параллельно с изменением архитектурного облика. И сегодня общественные пространства, которые, с моей точки зрения, это пространство социального партнерства, об этом многие пишут, это пространства, которые дают возможность людям с разным достатком чувствовать себя одинаково в этой среде общественных пространств. Почему тема общественного пространства сейчас очень важна? И мне кажется, это одна из составляющих вот таких городов будущего, где люди могут в равной мере общаться, жить, чувствовать, проводить свой досуг, может быть, не столь резко ощущая свои имущественные или экономические возможности. Я думаю, что вместе с будущими поколениями придут и города будущего. Это не значит, что архитектура исчезнет. Она останется, она часть просто нашей культуры. которая будет с нами всегда, пока будет жив человек на планете. Второе, это то, что касается альтернативной энергетики. Но вот вы уже видите, вы уже замечаете, очень важно сначала увидеть, потому что сначала было слово, как мы с вами знаем. Если вы понимаете уже, что нужно использовать, значит, вы начнете использовать. Очень многие молодые архитекторы начали делать проекты, используя принципы зеленой архитектуры. маленькие, не столь может быть выразительные с точки зрения масштаба, ресурсов и так далее, но это все уже обретает свой характер. Недавно состоявшийся или завершившийся конкурс экотектоника 2016 года показал, что студенческих проектов на тему зеленой архитектуры значительно больше, чем проектов профессиональных архитекторов. Вы становитесь другими. Как только вы осознаете свои возможности реализации замыслов, я думаю, появится очень много проектов, содержащих элементы альтернативной энергетики, солнечные батареи, возможности. Мои коллеги расскажут, как это практически осуществимо. Поэтому я думаю, что это когда уже наступило сегодня. Спасибо. Ребята, еще раз напоминаем, что не забывайте называть свое имя, фамилию, регион и номер пятнашки. Добрый день. Анастасия Шурупова, город Калининград, 13-я пятнашка. Вот вы выше упоминали в лекции о том, что современная архитектура, современный дизайн, они базируются на одинаковых принципах, они универсальны во всем мире, но при этом встает такой вопрос, возможно ли сохранение самобытности каждого региона вот в таком дизайне, в такой архитектуре, которые стремятся к единству по всему миру? И как это возможно? Да, Я думаю, что именно универсальность есть гарантия сохранения уникальности. Сочетание этих двух начал и дает возможность реализации тех или иных идей. универсальный принцип это принцип учета, я попытался сформулировать, принцип учета природных условий, исторической среды, гения места. Как без этого универсального подхода можно создать нечто уникальное? Поэтому я думаю, что наша задача сейчас глубже, наша задача, имею ввиду прежде всего вот вас и нас, более старшее поколение, глубже изучать историю своей архитектуры, отечественной архитектуры, очень хорошо разбираться в технологиях, владеть теми. Инструментарий современного архитектора это инструментарий человека, знание которого распространяется на все области жизнедеятельности. Это и инженерно-технологические или технические знания, это и художественно, ну, можно сказать, визуальная культура, сейчас наши дизайнеры называют культура визуализации. Это и те знания, которые обеспечивают нам возможности понимания человека как общественного явления. Социальные науки, социально-гуманитарные с 18 века разделившиеся с естественно-научными знаниями сегодня вновь как бы к ним возвращаются. Вот чем больше архитектор знает, чем больше он знает, тем больше возможностей у него определить свои принципы визуального конструирования мира. А они вне культурного контекста невозможны. Невозможны просто. Поэтому знания культуры своего отечества, своего города, своего поселения, маленького, большого, и дают нам возможность. Ведь интерес привлекает то, что отличает а не то, что похоже. Поэтому вы каждый, понимая и создавая вот эти свои принципы, вы каждый создаете нечто уникальное. Сохраняете, продолжаете, развиваете, транслируете идентичность своего города, может быть, своего небольшого поселения или мегаполиса, транслируя его историю, понимая его сущность, создавая условия для жизни людей, своих современников и будущих поколений. Спасибо. Еще раз благодарим вас за столь интересную лекцию. Так, у нас есть регламент, на этом мы заканчиваем свои вопросы. И в конце мы приготовили небольшие подарочки. Итак. Небольшие подарочки для кого? подарки для вас. Спасибо. Спасибо. Еще раз приветствую всех, желаю успехов. Я надеюсь, что наше творчество совместно получит хорошее развитие и желаю вам осуществить свои идеи и свои проекты. Успехов! Спасибо. 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 Спасибо.